Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Пришло время сказать «хватит», – заявила судья Линда Чан. Речь идет о китайском застройщике China Evergrande Group, которая объявила дефолт по своему долгу еще в 2021 году. И вот теперь суд в Гонконге постановил ликвидировать компанию с самой большой задолженностью в мире – порядка 300 миллиардов долларов США. И пока Китай безуспешно пытается справиться с кризисом девелоперов, Япония празднует космическую победу, которая вывела ее в пятерку стран, побывавших на Луне. Почти через 9 дней после прилунения модуля SLIM японское агентство аэрокосмических исследований восстановило с ним связь. Четкой даты завершения лунной миссии SLIM нет, но ранее было заявлено, что аппарат не рассчитан на работу в условиях лунной ночи. Следующая лунная ночь начинается в четверг. Ну а мы давайте вернемся на землю и рассмотрим, как проходило начало понедельника в Азии. Валюты Азиатско-Тихоокеанского региона открыли новые торговые недели еще на отголосках на строение Уолл-стрит в прошлую пятницу. Экономические отчеты по Соединенным Штатам показали умеренный рост цен в декабре, однако их уровень ниже 3% удерживается уже третий месяц подряд и тем самым подтверждают, что цикл ужесточения американского регулятора уже завершился. Теперь все внимание сосредоточено исключительно на двухдневном заседании Федеральной резервной системы. Ожидается, что актуальные настройки Центробанка будут сохранены, а в комментариях Джерома Пауэлла рынки попытаются найти подсказки о сроках первого снижения ставки. Как показывает инструмент FedWatch Tool, возможность голубиного разворота уже в марте рассматривают сегодня почти половина инвесторов – 48,6%. Поскольку рынок перешел в режим ожидания, доллар тоже начал новую неделю в консолидации и на умеренном повышении в диапазоне 103,40 – 103,60. Стабильная позиция американской валюты по отношению к ее шести основным аналогам объясняется отчасти позитивными экономическими данными США, а отчасти негативной геополитикой, которая усиливает спрос на безопасные активы. Но все-таки гринбэк отошел сегодня в Азии несколько дальше от своего шестинедельного максимума – у отметки 103,8 пункта, добытого им в прошлый вторник. В понедельник на этой неделе американец уже опустился до уровня 103,4 пункта. Базовая доходность десятилетних казначейских облигаций США продолжает колебаться в узком канале – выше 4%, и тем самым поддерживает доллар. В целом, по итогам января индекс доллара настроен на 2-процентный рост, особенно если Федрезерв США не просигнализирует о раннем и глубоком снижении своих процентных ставок. А сегодня в случае продолжения бычьего импульса американец может пытаться атаковать линию сопротивления на отметке 103,60 и протестировать психологическую отметку в 104 пункта. При усилии медвежьего тренда падение доллара США продолжается в сторону ближайших технических уровней поддержки в зоне 102,60 – 102,00. Для иены новая неделя началась под знаком укрепления. Как видите, по сравнению с максимумом прошлой среды отметка 146,80 иен, пара торгуется сегодня несколько ниже. В начале понедельника цена доллара держалась в районе 148 иен, а внутридневной диапазон проходил в границах 147,70 – 148,30. Так низкая валюта страны не падала с июня 2022 года. Сегодня на консолидации доллара быки по иене пытаются сократить потери, продвигая курс пары в сторону круглой поддержки в 147 иен. Зона технического сопротивления для японской пары находится в диапазоне 148,40 – 149,00. Для определения дальнейших движений иены нужно учитывать, что ее позиция по-прежнему определяется давлением сильного доллара США. Правда, аналитики считают, что геопатические потрясения могут обеспечить временный подъем курса иены убежища. Кроме того, на прошлой неделе она нашла некоторую поддержку в намеках главы Банка Японии. Кацуэдо в своих комментариях предположил возможный пересмотр сверхмягких монетарных настроек в будущем. Однако никаких конкретных сроков, естественно, названо не было. После десятилетий стойкой дефляции ждать быстрых перемен в монетарной политике страны точно не стоит. Поэтому Банк Японии сохранил в январе свою сверхмягкую политику, а японская пара готовится завершить январь 5-процентным ростом. Но при этом не стоит упускать из виду, что слабая иена помогает расти японскому бизнесу за границей и увеличивать инвестиции в экономику страны. На фоне относительного благополучия Японии фондовый рынок Китая упал до пятилетних минимумов, а госдолг страны составляет уже 300% КВВП. Сейчас Пекин борется с неэффективной экономикой и худшим рынком недвижимости за последние 9 лет. Ожидается, что это решение суда Гонконга по ликвидации Эвергранды окажет незначительное влияние на деятельность компании внутри самого Китая. Наоборот, это не конец, а только начало затянувшегося процесса ликвидации, который еще больше усложняет повседневную деятельность и самого девелопера и сектора недвижимости в целом. Кроме того, аналитика показала, что Пекин перенаправил финансовые ресурсы все-таки на производителей, а не на домохозяйство, т.е. акцент с развития внутреннего спроса сместился на другие страны, импортирующие больше его товаров. Это уже вызвало противодемпинговые решения со стороны торговых партнеров Китая. В сентябре прошлого года Индия усилила торговые барьеры и остановила проекты китайских автопроизводителей. Растущая тревога по поводу избыточных промышленных мощностей Китая, наводняющих Евросоюз дешевой продукцией, открывает новый фронт в торговой войне Запада с Пекином, которая началась с импортных пошлин Вашингтона в 2018 году. Для стран антиподов ограничение торгового рынка Китая в еврозоне и Соединенных Штатах служит скорее негативным сигналом. В то же время обещания поддержки экономики со стороны Пекина немного поддержали рост австралийской валюты, которая считается ликвидным заменителем юаня. Поэтому сегодня в азиатскую сессию курс ОЗИ умеренно повышался внутри дневного диапазона 0,6570-0,6610. Ближайшие уровни сопротивления и поддержки для австралийца располагаются по линиям 0,6670-0,6570 соответственно. Наметил рост в рамках азиатской сессии понедельника и доллар Новой Зеландии. Его цена подскочила выше 61 цента к началу торгов в Европе, а дневной таймфрейм проходил на обычном тренде в диапазоне 0,6080-0,6120. В ходе дальнейших торгов не исключены как падение, так и рост Киви. В этом контексте существует потенциальный сценарий для колебаний между поддержкой 0,6060 и сопротивлением 0,6200. Для получения более актуальной информации подключайтесь к нашим следующим выпускам, а наш обзор торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на сегодня, на 29 января, подошел к концу. Если у вас остались вопросы или замечания, пишите комментарии под этим видео. Эксперты группы компании ИнстаФорекс оперативно на них ответят. Желаем вам удачного начала торговой недели и будем на связи.